А в Экодер и добро пожаловать на совместный спецпроект с Psych2Go. Что приходит вам на ум, когда вы слышите слово интроверт? Кто-то, кто словно плющ прирос к стене, у которой простоял всю вечеринку, или же тихонь, о которой редко что-либо говорит, например, в классе. Но вы знали, что интровертов определяют гораздо больше черт, нежели частота, с которой они способны социализироваться, или же её отсутствие? Существует даже несколько типов интровертов, кто бы мог подумать. По определению, интровертам нужно время на подзарядку, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание. Но, основываясь на исследовании профессора психологии в колледже Уэзли, существует четыре типа интровертов. Первый – это социальный интроверт. Да, вы не ослышались. Социальный интроверт одновременно самый общительный и самый замкнутый из четырёх типов. Они не тревожатся и не стесняются, и даже могут наслаждаться моментами социализации. Однако, они выматываются при долгом нахождении в подобной обстановке. Несмотря на любовь к проведению времени наедине с собой, у таких интровертов есть потребность в близких друзьях, на которых они могли бы рассчитывать, особенно при социализации в их тесном кругу. Незнакомые с этим типом люди могут даже подумать, что перед ними экстраверт. Настолько комфортно им в кругу друзей. Однако, социальные интроверты тут же становятся замкнутыми, если выпадают из такого круга. Второй тип – это думающий интроверт. Под этот тип попадают мечтатели наяву. Они также не против социализации, но лишь потому, что заблудились в своём маленьком мирке. Они часто пребывают в прострации и кажутся отчуждёнными людям, которые их не знают. Поскольку такие интроверты пребывают в своём мире, они часто более в ладах с самим собой и своими чувствами, нежели среднестатистический человек. До таких людей бывает сложно достучаться, ибо у них особый мыслительный процесс, и они предпочитают думать туму, нежели тратить силы на разговоры с другими. Третий тип – это тревожный интроверт. Думаю, всем знакомы люди, обыгрывающие себя в голове диалоги из последней встречи. Что сказали или сделали, и что надо было бы переиграть. Вероятно, было бы лучше дать такому типу интровертов другое название, чтобы отделить их от тех, кто реально испытывает ментальные проблемы. Но так уж повелось. Тревожный интроверт жаждет одиночества, даже в кругу близких друзей. Им адски некомфортно в новой социальной обстановке, ибо они теряют контроль над уютным мерком своих мыслей, когда приходится действовать экспромтом. В то же время, важно отличать этот тип людей от людей с реальными проблемами с чердаком. И, кстати, подобное отторжение общества в особо запущенных случаях вполне может привести к реальным проблемам с головушкой. Да, многие типы, экстраверты, интроверты, амбиверты и прочие верты могут испытывать проблемы с социализацией, усталость от общения и прочее. Но если вас при этом трясет и хочется сбежать куда подальше, то добро пожаловать к психиатру. А может даже и в светлую комнату с мягкими стенами. Четвертый тип – это сдержанный интроверт. Это самый распространенный тип интровертов. Они чувствуют себя неуютно, когда попадают в незнакомые ситуации, особенно социальные. Сдержанные интроверты замкнуты и задумчивы и не любят перемены. Они социализируются только после долгого планирования, но все-таки предпочитают общество себя же. Просмотр любимых сериалов, чтение или, о боже, йогу. Сдержанные интроверты чувствуют себя комфортно, следуя своему распорядку. И когда просыпаются по утру, могут долго раскачивать тело и мозг, чтобы прийти в себя. Они наслаждаются рутиною и предпочитают заблаговременные предупреждения о планах. Если ты думаешь, что ты интроверт, но не подходишь строго под один из типов, то ты можешь быть амбивертом или даже ближе к типу экстраверта. Подробнее изучив свой психотип, ты сможешь лучше коммуницировать свои нужды людям с разными персональями и укреплять социальные связи. Если ты смотрел внимательно, то теперь ты сможешь без труда определять разные типы личности. Ну, может я что-то упустил? Может ты еще один неизведанный тип интроверта? Напиши в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Передено и озвучено для канала AwecCoder с разрешением автора канала Psych2Go. С вами был Ви, до связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok